Всем привет, рада приветствовать всем на своем канале и сегодня я начинаю опять с распаковки. Сегодня будем выкрашивать гель-лаки с Алиэкспресс и первый на очереди это гель-лак от фирмы Уршугар. Это термогель-лак со светоотражающими частицами. В два тонких слоя перекроют ногтевую пластину. Не имеет запаха, отличное качество. Типсу буду перекрывать тоже в два тонких слоя. Не полосит даже на первом тонком слое. В тепле он молочно-серебристый. Когда прохладно, он становится малиново-фиолетовым. Когда совсем холодно, темно-фиолетовым. Темно-фиолетовый показать не могу, так как у нас жара и вода очень быстро нагревается. Лучше подойдет на осень, зиму и весну. Следующий гель-лак неоново-салатовый, название коверкать не буду. Он был на акции недорогой, и я боялась, что он будет очень пришивый. Но он оказался очень плотным, в один слой перекрывает хорошо ногтевую пластину. Не полосит, не имеет запаха. Следующий гель-лак это розовый. Это оказался тоже достаточно плотный оттенок. В один слой ложится хорошо, без проплешин. На ногтевую пластину все-таки лучше наносить в два тонких слоя. В два слоя просто цвет будет более насыщенный. Ну и последний гель-лак это вот такие бронзовые блестки. Распределяются неплохо. В принципе, в один слой можно выложить ровно, но на ноготок лучше два тонких слоя, так как на первый слой немного просвечивает. Очень красивый, не имеет запаха и распределяются аккуратного, лишнего объема. Эти блестки не дадут. Вот так выглядят три последних гель-лака. Очень красивые, плотные, я довольна. Сегодня у меня в работе вот такие ноготки. Это не моя работа. Им два месяца. Двух месяцев относились хорошо. Отслойок в принципе не было, было пару штук. Около кутиквы, но это ерунда. Форма здесь была квадрат, но все углы стесаны и больше похожи на вал. Матовый топ очень сильно загрязнился. Геля здесь было немного многовато, но это не критично. Сегодня из этих ноготков будем выпиливать миндаль. От 25 тысяч оборотов керамической фрезой убираю все предыдущее покрытие до тонкой подложки. Это фреза с Алиэкспресс, новенькая. Я заказывала их пару штук. Упаковка уже была на моем канале, можете посмотреть. Спиливает хорошо, борозд не оставляет. И не нагревается. Снимает покрытие быстро и аккуратно. У меня это фреза с зеленой насечкой. Снимает. 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 Палочкой аккуратно отодвигаю кутикулу. Здесь она не сильно налипла, отодвигается хорошо. Пилочка 180 грит приступаю к опилу ногтевой пластины. Сначала, как всегда, убираю глянец от рожьей части ноготка и выравниваю всю ногтевую поверхность после фрезы. Напоминаю, что форму мы выпиливаем миндаль. И так как на этих ноготках очень красивое длинное ногтевое ложе, миндаль здесь будет смотреться очень эффектно. Снимает ноготок я здесь сильно не надавливаю, так как мне нужно всего лишь приподнять чешуйки и убрать глянец от рожьей части ноготка для лучшей сцепки материала. Аккуратно заужаю форму и вывожу миндаль. Аккуратно работаю около точек вроста, чтобы их не распилить, так как перепил точек вроста способствует боковому анихолизису. После пилы убираю все лишнюю пыль и приступаю к комбинированному маникюру. Сегодня в работу я взяла тонкую фрезу пламя. Текло здесь немного. На 17 тысячах оборотов на форварде прочищаю подкутикульное пространство, левый синус и боковой валик. Затем переключаюсь на реверс и прочищаю подкутикульное пространство правый синус и боковой валик. Здесь мне хватает буквально двух-трех проходок. Затем ножничками аккуратно буду срезать всю лишнюю кутикулу. Аккуратно работаю в синусах. Кусочками я тоже работаю, но пока у меня бзик на ножнички. Место среза после ножничек я зашлифовываю карбитосиликоновым шлифовщиком. Вот такой маникюр у меня получился. Работала на 5000 оборотов. Затем обезжириваю, дегидрирую ноготки и хорошенечко убираю всю пыль. Чтобы хорошо прочистить подкутикулой, я на апельсиновую палочку, на острую ее часть наматываю салфетку и протираю. Аккуратно, не заходя на боковые валики и кутикулы, наношу бескислотный праймер. Жду одну минуту и втирающим тонким слоем буду наносить каучуковую базу. Просушу в лампе базу 30 секунд и уберу липкий слой для того, чтобы исключить конфликт материалов. Перед тем, как наносить базу, гель или цветное покрытие, я обычно пушером или апельсиновой палочкой немного отодвигаю кутикулу. Креплять ноготки буду светло-бежевым оттенком геля. Это гель с Алиэкспресс, он отличной консистенции, он не сильно густой, но не совсем жидкий, удобно с ним работать, не имеет запаха. Цвет очень натуральный. Тонкой гелем промазываю ноготок, затем ставлю капельку побольше, распределяю ее по ноготку, помогаю себе тонкой кисточкой подвести ближе к кутикуле и боковым валиком. Затем переворачиваю ноготок, чтобы капелька аккуратно распределилась, переворачиваю назад ноготок, смотрю, все ли хорошо у меня получилось, подравниваю где нужно и просушиваю в лампе одну минуту. Если где-то вдруг появится пузырек в геле, я обычно его лопаю острым краем апельсиновой палочкой, ну или убираю кисточкой. После просушки убираю липкие слои и будем приступать к дизайну. Одна рука у нас будет более неоново-желтая, вторая более неоново-зеленая. На одной руке ноготки без дизайна буду перекрывать неоново-зеленым цветом, а на другой руке неоново-желтым цветом в два тонких слоя. Цвет ближе к кутикуле и боковым валикам буду подводить тонкой кистью. Этой фирмы, которой вот этот салатовый гель-лак, я заказала еще несколько неоновых гель-лаков, придут и обязательно вам покажу. Если этим салатовым можно уложиться еще в один тонкий слой, то вот этим желтым нужно обязательно два тонких слоя. Аккуратно пушером приотодвигаю кутикулу и буду наносить второй слой цвета. Снимайте ноготки перекрою матовым топом. Приступаем к дизайну. Перекрываю половину ноготка цветом. На одном ноготке закрашиваю желтую половинку, а на втором залатываю. Основную часть цвета прокрашиваю кистью из флакона, затем помогаю себе выровнять и подвести ближе к кутикуле и боковым валикам тонкой кистью. Эти половинки я буду перекрывать тоже в два слоя. Лишнее по центру убираю плоской кистью. Продолжение следует... А вы, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео, а также ставить лайки и писать комментарии. И еще буду рада видеть вас и в своих других соцсетях. По центру зеленой половинки провожу желтую тонкую полоску. Аккуратно ее прорисовываю тонкой кистью. А дальше чуть с отступом в зеленую полоску. Около желтой половинки прорисовываю вплотную зеленую полоску, а с отступом в желтую. Полоски тоже прорисовываю в два слоя с промежуточной просушкой. Затем эти ноготки я тоже перекрою матовым топом. Здесь у меня матовый топ от Beauty Luxe. У меня еще был матовый топ от Nail Republic. Он мне тоже очень понравился, но он у меня закончился. Он был более жестко матовый. Этот все-таки немного помягче. В конце, как всегда, опиливаю торцы, придаю им четкость. И фрезой буду делать визуализацию торцов. Немного под углом опилю торцы. Своей прочности торцы не потеряют, но визуально буду смотреться тоньше. Убираю всю лишнюю пыль и наши красивые, сочные, яркие летние ноготки готовы. Субтитры сделал DimaTorzok